Здесь есть чат, внизу слева, те, кто редко бывает на вебинарах, пожалуйста, используйте эту возможность, вы можете оставлять здесь вопросы. Я думаю, что сегодня вопросы можно задавать в течение всего вебинара, потихонечку Татьяна будет отвлекаться от своего повествования и будет отвечать. Так, если у вас открыты социальные сети, скайп, закачки, пожалуйста, закройте их, чтобы звук для вас был хорошо слышен, качество связи было отличным. Итак, начинаем. Я предоставляю слово Татьяне Моменко. Встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, в свою очередь, тоже хотелось бы узнать, насколько слышно меня, потому что я с другого компьютера сейчас вещаю и рада всех приветствовать. Сообщите, насколько качественный звук и насколько громко, удобно и все хорошо. Любыми позитивными знаками, да, пожалуйста. Все отлично. Ну, благодарю вас. Ну, что ж, сегодня у нас с вами очень интересная тема, и она практическая. Что самое интересное в любой области? Конечно же, истории, причем истории успеха. И вот этих историй за 10 лет работы накопилось очень много. И, конечно же, многие истории, не все клиенты позволяют рассказывать, но вот с данными дамами все согласовано. То есть я смогу посвятить вас в эти истории. Ну, начнем с того, что мне хотелось бы вам задать вот такой вопрос, который я сегодня задавал уже нескольким людям. Так в чем же состоит главный секрет стиля? Я бы хотела услышать вашу версию. Ну, вкратце. У кого есть, пожалуйста, обозначьте в чате двумя-тремя словами. В чем же состоит главный секрет стиля? Есть ли у кого-то ответ на этот вопрос? А то, может быть, нету такого ответа. Индивидуальность. Так. Давайте. Я предлагаю сегодня нам активно вместе работать, знать себя, чувствовать себя, свои желания и потребности. Согласна? Согласна. Что еще? Может быть, что-то в духе? Согласна. Есть такой момент интересный. Что и в позитиве мышления? Да. 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 Сочетание подходящего только тебе и гармоничного. Хорошо. У нас уже такой хороший темп. Соглашусь. Татьяне Моменко. Ну, спасибо. Главное не сбиться с темы от комплиментов. Ну что ж. Давайте начнем. И начнем мы с первой истории. Эта история у нас где-то не так много времени. Это было пару лет назад. В тот момент мы делали материал для Оренбургской газеты «Сударыня». И стал вопрос. Была необходимость сделать такой процесс преображения. И нам газета предложила свою журналистку, которую они сами выбрали. И предпочли, скажем, на ее опыте, как раз таки посмотреть, как мы работаем. Это процесс был уже командный. То есть здесь участвовал в первую очередь имиджмейкер как дизайнер и как создатель идеи и дизайна внешнего облика. И далее воплощением занималась еще команда парикмахер, визажист, даже маникюрный мастер. То есть задействовали полностью. И вот перед нами предстала вот эта дама. Самое интересное, что этот процесс происходил в течение дня. То есть я могу сейчас вспомнить, на весь процесс у нас ушло около 8 часов. То есть из которых часа, наверное, 3-4 – это была моя работа. И дальше просто я курировала процесс, смотрела, как что происходит и участвовала в последнем, завершающем моменте, когда нужно было уже, скажем так, сфотографировать и все это вместе проанализировать, как это получилось. То есть вот те фотографии, которые я сегодня вам продемонстрирую по этой истории, это процесс, произошедший за один день. И вот фотографию до и после, которую вы видите, обратите внимание, что там даже та же самая блузка, то есть еще мы ее пока не переодели, это все тот же самый день. И вот эта публикация впоследствии вышла в Сударыне. И там подробно, по этапам, очень, скажем так, со всеми нюансами было расписано, что мы делали. То есть процесс был очень интересный. Но в то же время, насколько бы это ни было задумано для журналистики, мы работали с реальным человеком, который пришел со своей ситуацией, со своими целями. И, конечно же, соответственно, она и достигла своих целей. Ну вот второй разворот нашей публикации выглядел… Сейчас я вам покажу, каким образом. Вот таким образом. То есть здесь самые ключевые моменты нашего взаимодействия ухватили. Ну, а теперь я поподробнее расскажу об этапах работы с образом. Да, звук появился, Елена, рада. Давайте вашу версию, сколько лет женщине. Ну, хотя бы предложу так. Сколько лет женщине на первой фотографии и сколько лет женщине на второй фотографии, раз уж мы этого вопроса с вами коснулись. Давайте через черточку поставьте мне две цифры. Вот по вашим ощущениям, на какое… Если вы чувствуете, что омоложение такое произошло, то сколько лет? Так, 55, 36, 65, 45, 60, 45, 50, 45, 55, 37, 60, 40. Ну вот, ну, скажем, даже если мы возьмем такую реалистичную цифру вторую, как 45, на первой вполне можно действительно дать 55. То есть на 10 лет, да, вполне наблюдается такое вот изменение. Я могу сказать, что возраст где-то действительно около 55, точную цифру сейчас не назову, но вот ориентировочный возраст такой. Конечно же, женщине в 55 приятно выглядеть на 45 и, может быть, еще на более молодой возраст. Ну что ж, вернемся к самому процессу преображения. Сейчас я найду этот слайд. Итак, с чего начинается любой процесс работы с имиджем? В первую очередь, с постановки цели. Первый секрет стиля, можно сказать так, начинается с того, что если у вас нет желаний и каких-то целей, то заниматься изменениями, наверное, рановато. То есть первое, что должно быть, должно быть желание изменений к лучшему, должны быть какие-то цели, мечты. И вот когда мы начинали процесс работы с этой дамой, то она для себя выделила определенные цели. Конечно же, хочется выглядеть моложе, всегда, привлекательней. И третий момент, это, конечно же, был эксперимент. Так как эта авантюра была, ну скажем, не ей инициирована, а непосредственно газетой, то, ну скажем, ее было такое вот азартное отношение, а что же из этого получится. Ну давайте посмотрим, что у нас происходило и что из этого получилось. Значит, после того, как мы для себя четко выстраиваем цели наши, что мы хотим получить, можно переходить уже ко второму этапу, который, скажем так, называется «открытие себя, изучение своей природы». Что я вкладываю в это понятие? Есть профессиональный термин такой, я вас сейчас с ним познакомлю. Он называется «персональный код внешности». Если мы представим все разнообразие женской красоты, которая у нас существует вокруг нас, в окружении, то все равно, конечно же, мы можем выделить некоторые общие черты даже у нескольких женщин. То есть, допустим, цветовой колорит может быть похожим, может быть похожа форма фигуры, может похожа быть форма лица и так далее. То есть могут у нескольких женщин быть какие-то сходные черты. Но само сочетание и комбинация этих особенностей вместе, они составляют как раз тот самый персональный код внешности. И таким образом природа дает нам возможность быть неповторимыми. То есть именно такой, как вы, второй, не существует. Я это могу с уверенностью сказать. Даже были истории, когда приходили ко мне две близняшки, это были очень интересные красавицы, двухметровые такие модели девчонки, да еще рыжеволосые, просто песня. Но даже при том, что они были близняшками, они были совершенно разного характера, они, каждая из них, скажем так, по стилевому направлению, по образу жизни, по целям и мечтам отличался от другой. И когда мы стали с ними работать, несмотря на схожий персональный код внешности, именно схожий, в результате появилось совершенно два разных стиля. И это лишний раз подтверждает, что даже если вы очень похожи внешне, но внутренне вы разные люди, это будет воплощено в разном образе. Итак, персональный код внешности, то есть близнецы не должны быть одинаковые по стилю. Вот очень такой тонкий нюанс. Я бы не скажу, там должны или не должны, это вот вопрос от Елены. Все зависит от их внутреннего состояния. Если они очень похожи, может быть, у них будут какие-то схожие элементы в образе. Но я, честно говоря, не встречала близнецов, которые, находясь там в зрелом возрасте, остаются похожими и хотят быть похожими. Больше я встречала тех, которые, чем старше вырастают, тем больше отличаются одна от другой или один от другого. Да, я с Александрой соглашусь, здесь именно важно подчеркнуть индивидуальность. Итак, продолжим. Персональный код внешности включает множество элементов. Кто из вас знаком с работой индивидуальной, я вам напомню. А для остальных, возможно, будут, скажем так, открытия. То есть это цветовой колорит внешности, это уровень контрастности, это особенности формы лица, индивидуальный характер линий, особенности стиля, достоинства, недостатки фигуры и множество важных мелочей, но их слишком много, чтобы на них заострять внимание. Итак, вот это все составляет такие важные элементы индивидуальности. Следующий наш слайд говорит о том, что задача имиджмейкера – это создание дизайн-проекта будущего образа. То есть пока мы еще не приступили к выражению, ну, скажем, воплощению реального образа в жизни, нам сначала нужно представить облик, посмотреть, что у нас дано, что мы можем делать, какие плюсы, какие минусы у нас есть, и посмотреть, куда нам двигаться. Возникает определенный диапазон наших возможностей. Это цветовая палитра, это фасоны одежды, это определенные комбинации цвета, которые взаимосвязаны с контрастностью. То есть вместе все это создает направление, в котором мы будем создавать образ. Следующий слайд. Результат знания себя. То есть это первый и необходимый элемент – знать, что дала природа, и из какой палитры мы можем брать краски, мы можем брать силуэты, формы для создания индивидуального стиля. Если у нас отсутствует элемент такой, как знание себя, то есть если мы не знакомы с цветовой палитрой своей, и с особенностью фигуры, с контрастностью и всеми остальными элементами, то все приходит к тому, что образ будет жить своей жизнью отдельной. Мы, как модель, будем жить своей жизнью. Такие примеры, их очень много. И вот на прошлом вебинаре, если вы помните, я вам приводила примеры того, как отдельно выглядит одежда, не соединённая с женщиной, и как отдельно выглядит лицо, цвет лица. То есть это совершенно не примеры для гармоничного образа. Итак, основной вывод, который можно сделать… Да, Елена, сейчас отвечу на вопрос. Основной вывод, который можно сделать из этого этапа работы, из второго этапа, это то, что это необходимый базовый момент знания себя. То есть первое, мы обязательно прорисовали с вами цели, то есть мы должны чего-то хотеть. Второе, мы должны знать, что мы имеем в арсенале, что нам дала природа, как примерить образ. Но вот то, что касается моей работы, если я работаю не онлайн, а лично с клиентом непосредственно, то, конечно же, любая тематика, мы это делаем на примере работы с зеркалом. Это цветовое тестирование, где полностью происходит момент видения того, как влияет цвет на человека. Это тестирование характером линии, то есть прикладывание различных форм вырезов и воротников, и это видно, что происходит с лицом. Это работа с фигурой полностью, когда мы делаем индивидуальный тестовый манекен. То есть вся работа по примерке образа связана с наглядным видением и с тем, что клиент понимает, что происходит. Вы знаете, как вот уже когда, допустим, работаешь несколько лет, то достаточно там 2-3 взгляда на человека сделать, и можно уже ему составлять гардероб. Но согласитесь, что если просто кто-то дает рекомендации, вас останавливает и говорит, «Вот тебе нужно вот это, вот это и вот это». Не факт, что вы примете это на веру. А вот когда вы сами проживаете, то есть вы смотрите на зеркало, вы видите, что с вами происходит, видите, что этот цвет вас оживляет, этот цвет делает ваше лицо тусклым, этот зеленым, этот желтым. И вот здесь у вас не остается сомнений, что это действительно ваше. То есть момент проживания и примеривания образа очень важен. И вот это все обязательно нужно проходить, чтобы никогда, ну, как сказать, не сомневаться и уже дальше следовать этому. Итак, у нас, значит, в результате этого этапа у любого клиента образуется спектр цветов, которые, с которыми он в одежде работает. Вот этот вот с правой стороны палитру вы видите, палитра одежды. С левой стороны вы наверху видите палитру макияжа, потому что для каждой клиентки будет свой диапазон в макияже цветовой. И слева, снизу это палитры для окрашивания волос, которые дают возможность пользоваться определенным диапазоном в окрашивании. То есть задумано все таким образом, чтобы минимум вопросов или, скажем, минимум сложности возникало в поиске необходимого цвета, чтобы была шпаргалка. Ну, это очень удобно, но могу сказать, что где-то уже через год примерно клиенты осваивают свою гамму настолько, что с закрытыми глазами, без палитры прекрасно находят свое. То есть это нужно в первую очередь на вот первое время. Следующий этап нашей работы – это воплощение. Здесь работала команда профессионалов салона. И, конечно же, очень важно в имидж-проекте, когда все согласовано между собой. У меня есть опыт участия в одной имидж-студии. Это было очень давно, может быть, более чем 10 лет назад. Это был еще период, когда я только училась. И проблема связана была с тем, что, как в старой басне «Лебедь, рак и щука», каждый хотел быть главным. Да-да-да-да-да, вот Александра помнит, как ходила по магазину, прикладывала палитру. Так вот, и возвращаясь к опыту работы с имидж-студии, у нас была проблема в том, что каждый из мастеров хотел быть автором стиля. И у нас получалось, знаете, как здесь можно, здесь нельзя, здесь рыбу заворачивали. То есть не было единой режиссуры образа. Это было еще до того момента, как я ездила в Москву, училась. То есть это был еще поиск, скажем так, поиск профессионального подхода. И вот этот опыт очень сильно мне запомнился, потому что, когда, наконец, мы стали грамотным специалистом и команду стала собирать, с которой я могу работать, да, то здесь мы четко сразу оговорили момент, что есть сценарий, есть определенный образ, дизайн-проект, и каждый из профессионалов в рамках этой идеи и образа играет свою роль. И каждому дается техническое задание. То есть парикмахеру оговаривается, что мы окрашиваем волосы вот в такой диапазон, мы делаем такую-то форму прически, мы делаем такую-то укладку. И вот в этих определенных, может быть, для кого-то жестких рамках, может быть, нет, но в любом случае в рамках проекта есть определенное техническое задание. Также и с макияжем, также и с одеждой. То есть вот это сразу дает слаженность и дает возможность получить действительно достойный результат. С этой сложностью сталкиваются клиенты, когда пытаются после консультации реализовывать образ, потому что они приходят в салон к парикмахеру и сталкиваются с тем, что парикмахер говорит, я сейчас знаю, я вам сделаю. И начинается новое творчество. Приходят в магазин, им говорят, мы сейчас вам подберем, мы все знаем. То есть вот здесь вот сразу клиентам говорю о том, что раз вы уже все знаете сами, то есть у вас есть палитры, у вас есть дизайн проекта внешнего облика, то, пожалуйста, уже организовывайте этих специалистов. Приходите и говорите, мне нужно добиться такого-то результата, мне нужен такой-то цвет, мне нужна такая-то прическа. То есть авторство в таком случае остается за вами. Так, вопрос от Елены. Сейчас прочитаю. Интересно. А как примерить взгляд профессионала со стороны с внутренним самоощущением клиента? Искать комправленно, исследовать ли слепо указаниям? Вот это очень хороший вопрос, но любой профессионал, который давно в этом работает, этот вопрос решается автоматически сразу. Потому что, естественно, когда идет процесс примеривания и цвета, и линии, и формы, и было у нас обсуждение целей обязательно, мы говорим о том, что цели выстраивает не имиджмейкер, а выстраивает цели клиента. Если придет человек, а я ему буду навязывать, что ему нужно и что ему хотеть, то работа не будет корректной, она не будет, скажем, экологичной. Поэтому цели ставит сам человек, и мы отталкиваемся от этих целей. И, естественно, самоощущение, если человек ставит перед собой какую-то совершенно новую задачу, допустим, студент после выпуска из университета планирует карьерный рост какой-то, и он хочет образ, который будет принят в каком-то специальном социуме, допустим, там, банковский работник или кто-то еще, то, конечно, первое время ему будет ощущение несколько сложное, дискомфортное. Но, смотрите, если он поставил эту цель, то будь добрый, как сказать, двигайся к ней, и это ощущение дискомфорта, оно уйдет. Или другая ситуация. Если женщина привыкла бегать в кроссовках, но она хочет романтичный образ, да, ей придется какое-то время учиться ходить на каблуках. Но кто ставит цель? Сам клиент. Хочет результат, пусть ходит на каблуках. Вот такой подход к этому вопросу. Итак, с командной работой мы немножко обсудили. Теперь я хочу вам показать, какие изменения мы сделали в процессе нашей работы. Исправляем ошибки. Ошибками я имею в виду то, что было изначально, допустим, в образе клиентки, с которым она пришла. Многие из нас любят окрашивать волосы. И самое удивительное, ну, может быть, не удивительное, а грустное в том, что иногда натуральный цвет волос гораздо привлекательнее, интереснее, чем то, что мы можем получить с помощью краски. И вот здесь случай был созвучный, то есть рыжина выступила, не очень приятная в оттенке ее волос, которые нам было необходимо убрать. И поэтому мы с мастером, соответственно, с парикмахером это обсудили, и специальным колорированием сделали новый оттенок волос без вот этого теплого, без рыжего отблеска. Это был первый момент. Да, кстати, хотелось бы добавить, я сейчас еще раз вернусь, для чего это было сделано. Ну, для тех, кто с работой этой знаком, напомню, для новых наших гостей расскажу. Значит, при правильном оттенке волос у нас появляется более, освежается лицо, появляется омолаживающий эффект. Это все появляется при правильном оттенке волос. В данном случае натуральный цвет волос один из самых лучших, это вам на заметку, который для вас подходит. Поэтому желательно сильно от природы от своей не отходить. Итак, с цветом волос мы разобрались. Следующий момент был связан с изменением палитры гардероба. У нас, у многих женщин, есть огромная любовь к черному цвету, но, поверьте мне, эта любовь незаслуженная. То есть, когда начинаешь спрашивать, почему именно вы с черным так не можете расстаться, ответ звучит следующий, что он стройнит, что он ко всему подходит. В общем, то, что на самом деле не является особенностью только черного цвета. Поверьте мне, есть очень много оттенков, которые будут вас стройнить не менее, чем черный. И есть множество оттенков цвета, которые будут также универсальны, сочетаться со всем. Вот мне бы хотелось узнать, из наших сегодняшних гостей, есть ли фанаты черного цвета? Если есть, я не против него, мне хотя бы знать, какова, скажем так, статистика любви к черному цвету есть? Или все уже, скажем так, предпочитают какие-то спектры цвета разнообразные? Если есть, то синий. Да, интересный, уже цветной, согласитесь. В общем, если есть, вы мне напишите. Но так, у меня есть к этому цвету любовь. Согласна. Я оговорюсь, что если раньше, года три назад, да, я оговорюсь, что есть типаж, зеленый, не люблю черный, есть типаж, один из нескольких, которому действительно, да, черный цвет, фанатка серого. Ну, вот здесь тоже интересный момент. Так вот, есть единственный типаж, цветовой колорит, для которого черный допустим. И это женщина, которую действительно он украшает. Поэтому я так уверена, что как раз Рената, если это наша Рената, то она к нему как раз и относится. Серый руль, да, Александра. В общем, здесь, если говорить уже о наших, она, она, да, Ренат, все правильно. То есть, каждому свое. Поэтому кому-то черный, и это, как сказать, небольшое количество моделей, кому-то серый, кому-то темно-серый, кому-то коричневый, там, и так далее. То есть, в данном случае, возвращаясь к нашей модели, да, да, соглашусь, Юлия, то есть, возвращаясь к нашей модели, подчеркну, что для нее, именно конкретно для нее, черный был тем цветом, который убивал жизнь. То есть, убивал все мягкие, нежные оттенки внешности, которые были заложены природой. Поэтому, когда в случае с этой моделью мы убрали черный и стали добавлять светлую гамму, приятную, то мы, наконец-то, увидели сияющие глаза, мы увидели более светлый, свежий цвет лица, и эффект омоложения был действительно явным. Ну, вот здесь один из, как сказать, из рабочих моментов, то есть, не самая моя любимая фотография, но уже какая-то подвижка есть. Еще пока грусть в глазах, непроходимая, то есть, за день это, конечно, очень сложно вытравить, грусть из глаз, но даже такие случаи бывают. Да, соглашусь, Александр, действительно, неправильно использованный черный свет, это старость, грубость, увядание. Так вот, возвращаясь к нашей модели, что сделали еще мы важного для ее образа. Оформили брови, потому что четко очерченная линия бровей дает возможность увидеть настроение, дает возможность открыть глаза. И, в общем-то, брови делают лицо, это один из слоганов визажистов. Я думаю, вы со мной согласитесь, что брови совершенно не случайны, детали внешнего облика. Мы перевели макияж в более светлые тона, поработали там синяки под глазами тоже от тяжелой, грустной жизни, к сожалению, были у этой модели. Да, здесь кожа уже с макияжем, но вы увидите на фотографии, до и после, которые есть в самом начале, и вы увидите о том, что помимо эффекта макияжа, он тоже важен. Мы его не убираем со счетов, но даже цвет отдельно сам работает как эффект легкого макияжа. Да, соглашусь, есть вещи, которые тоном не исправят. Конечно. Значит, ну, у нас и нет задачи сделать там 15-летнюю девочку. Есть задача тот ресурс, который еще не реализован, обязательно раскрыть. Двигаемся дальше. После того, как мы изучили вот на втором этапе работы, особенности фигуры, мы, конечно же, отсортировали те фасоны одежды, которые будут лучше соответствовать особенностям фигуры. С правой стороны вы видите просто один из бланков, с которым я работаю. Есть бланки по платьям, по, значит, отдельно, по юбкам, по брюкам, по блузам, где заложены базовые крои, которые периодически входят в моду, выходят в моду. И самое главное, что мы формируем у клиентки не просто какое-то отношение к модным вещам, но даем возможность увидеть свою индивидуальность, независимо от моды. То есть, входит в моду какой-то фасон, но он не ваш, и вы это пропускаете мимо себя. И наоборот, если ваш крой индивидуальный, который для вас показан, сейчас не в моде, но вас он украшает, то, конечно же, несмотря ни на какую моду индивидуальность важнее, вы носите, и я уверяю, что через какое-то время окружающие даже иногда начинают копировать, потому что, если это вам идет, и если это, скажем, делает вас привлекательной, это заражает остальных. Поэтому я предпочитаю относиться к моде как либо как к элементу, который нужно учитывать, но он не является главным, либо как к возможности создавать моду отдельно для каждого клиента. Вот такая позиция относительно моды и относительно особенностей кроя. Следующий слайд. Корректировка недостатков фигуры с помощью оптических иллюзий. Это, конечно, задача, которой ни на одном слайде можно более подробно раскрыть, оптические иллюзии, но когда в фигуре есть явные проблемы, то, конечно же, без оптических иллюзий не обойдемся. Это использование цвета, это использование линии, это использование определенного кроя, рисунка, то есть все возможности начинают работать на то, чтобы что-то уменьшить, что-то увеличить, то есть максимально задействовать оптические иллюзии в образе. В данном случае фигура была несколько несбалансированная, то есть верхняя часть меньше, нижняя крупнее. Соответственно, мы распределили светлое и темное для начала так, чтобы верхнюю часть увеличить за счет более светлых тонов рядом с лицом и в верхней части и немножко уменьшить вес и тяжесть нижней части тела. Об этом, я думаю, подробнее мы как-нибудь сделаем обязательно по оптическим иллюзиям и по фасонам одежды, чтобы можно было поглубже эту тему изучить. Следующий наш слайд, он описывает и показывает результат. Результатом. Ну вот сейчас откроется вот эта картиночка моя. Пока что-то малость подвисла. Не у кого? Скажите, у вас открылась презентация следующий слайд? Точно он. Возможно. Нет пока. Ну, хорошо. Значит, пока он там открывается, возможно, что-то у них там шуршит по-своему. Я могу сказать, что те цели, которые клиентка ставила перед собой, а звук хороший, нормально, то есть звук, презентация не открылась, а звук есть, да? Звук есть. Отлично. Так вот, все, что ставила перед собой, все задачи и цели, которые перед собой клиентка ставила, все они были достигнуты. То есть, мы говорили о том, что молодость, да, эффект омоложения на несколько лет, он очевиден. Клиентка, значит, хотела быть более привлекательной. Да, женственность проявилась, и даже несмотря на то, что за один день, как я говорила, сложно бывает грусть из глаз убрать, все равно у нас сияние в глазах появилось. И последнее, так, сейчас у нас открылся старый слайд, сейчас я попробую еще раз следующий слайд попросить. Вот. И следующая цель, которую мы перед собой ставила, это участие в эксперименте. То есть, она была достигнута, то есть, да, действительно, результат. Так, сейчас попробую по-другому дойти к этому вопросу. Так, хорошо, звук хороший. Да, у меня тут немножко подзавис, эксперимент удался, чуть-чуть подзависла презентация, сейчас секундочку поправим. Сейчас мы таким образом, давайте пока сейчас попробуем просто ее заново перезагрузить. Вот. Я бы хотела услышать ваши вопросы по этому, ну, как сказать, по этой истории. Может быть, какие-то вопросы есть, или, может быть, какие-то есть комментарии, раз у нас со звуком все хорошо, мы не будем терять момент, пока у нас исправляется презентация. Готова услышать ваши комментарии и вопросы. Секреты макияжа. Ну, вопрос ли это, Елена? 15-20, да. Это вопрос или это улыбка в плане того, что секреты макияжа, так сказать, работают? Думаю, что раз с улыбкой, значит, это да, действительно понимание того, что это работает. Так, известно ли, как это изменение отразилось на ее жизни? Да, очень грамотный вопрос, сейчас объясню, почему. Значит, я, конечно же, у меня есть возможность общаться с клиентами и видеть обратную связь, как потом происходит, входит ли это в привычку или это какое-то, знаете, случайное такое, раз и забыли. Так вот, значит, и по общей статистике клиентов я могу сказать, что где-то около 80% это, конечно же, то, что потом входит в привычку. это особая моя гордость, то есть, возможно, клиенты сами, и я уверена, что они очень подготовленные, серьезные люди, которые к переменам к своим идут. И со своей стороны все возможное я делаю. То есть 80% это, конечно же, те, кто работает со своим стилем и который выглядит даже чем дальше, тем лучше. Это основной такой момент. То есть новые привычки у них появляются и входят в привычку. Это такой каламбур. Но есть, конечно, отдельное исключение, какой-то небольшой процент тех людей, которых, ну, откатывается назад история. То есть они попробовали и я могу сказать секрет, в чем недостижение результата. Это, во-первых, в отсутствии какой-то личной цели, потому что в данном случае вот эта клиентка, она пришла к нам... Здесь... Нет, да? Здесь нажимать. Вот здесь. Хорошо. То есть данная клиентка, она пришла не по своей, по своей, скажем так, воле, не со своей мотивации, а с мотивацией, ну, как сказать, заставили, там, пригласили, то есть, ну, так вот. Поэтому она стала чуть-чуть лучше, чем обычно, но все равно откатилась назад. То есть вот выдержать вот этот уровень она не смогла. А вот следующие две истории, о которых я вам расскажу, это будут те истории, которые как раз-таки связаны с успешным, стабильным достижением результата. Вот. Поэтому хороший очень вопрос. И, конечно же, как вы думаете, от чего зависит? Зависит от двух факторов. Насколько правильно сработал специалист, то есть дал ли он точную информацию, как сказать, дал ли он какой-то правильный, скажем, правильный ориентир. И второе, это зависит, конечно, от самого клиента, насколько серьезны его намерения по преображению. Да, да, лень – очень хорошее слово, Юлия, так и есть. Но два остальных примера, они будут совершенно не о лене. Есть ли сейчас еще вопросы по этому образу? Да, не нуждалась. И я могу сказать, что те, кто нуждался, они хватаются зубами за эти возможности. Это очень сильно отличающиеся, конечно, люди. Так, что, как у нас с… Работает она, да, презентация? Скажите, сейчас видите, у меня так, да, упустила свой шанс, ну, как сказать, значит, и не сильно хотела. Теперь от тех, кто не упустил своего шанса, скажите, на экране вы видите сейчас вот слайд, который называется «Результаты», потому что мы сейчас тут настроечку делали небольшую. Есть он у вас? Да. Вот, отлично, чтобы я продолжала уже неровная немножко картинка. Ну, зато есть. Ну что ж, продолжаем. Следующий наш слайд. История. Так, половину. Александр видит только половину. Все видят половину картинки? Или только Александр? Ну-ка, проверьте. Все. Окей. Да, только половину. Половину, половину. Ага. Сейчас спросим. Сейчас у нас там мастер. Счезло изображение Татьяны. Да, да, девушки и мужчины. Изображение Татьяны пока не будет. Мы сейчас технически тут вопрос решаем. Надо это окно закрыть немного. Так, есть Татьяна. Так, есть Татьяна. Ну что, я продолжаю. Посмотрите, корректно ли изображение слайда. Ответьте мне, пожалуйста. В целом, вы видите следующий слайд? Да. То есть просто если все нормально, то я продолжаю. И, как сказать, этот вопрос, не будем отвлекаться на эту технику. Есть. Все. Есть. Продолжаем. Итак, история номер два. Начинаем новую жизнь. Значит, не целиком лицо есть. Ну ладно, я думаю, что сейчас мои технические помощники что-нибудь сделают, что возможно. А я пока продолжаю свое повествование. Значит, если вы видите фотографию истории номер два, но все равно ее сегодня увидите. Рано или поздно мы сейчас этот вопрос решим. То это совершенно другая история. Это история очень красивого преображения. И с этой дамой мы знакомы уже много лет. Эта работа была сделана... Наша вот встреча состоялась, наверное, лет восемь назад. Лет семь примерно. То есть здесь я уже могу говорить о твердом, хорошем успехе, который проверен временем. И, конечно же, это очень приятно, потому что приятно радоваться красоте, которая вот с твоей помощью проявилась. То есть, конечно же, красота изначально была заложена в каждой из женщин. Просто где-то она проявляется, где-то нет. Уменьшить надо. Ну, вот сейчас я думаю, что как-нибудь эти технические вопросы решатся. Так вот, ну, начнем с того, что в каждой истории изначально существует какая-то цель, какая-то мотивация для, скажем так, для работы. И вот с этой дамой мы встретились, когда у нее в семье родился второй ребенок. Уже где-то года полтора ему было. То есть как раз готовилась она обратно к возвращению после декретного отпуска. И, ну, я думаю, женщины, которые это проходили, они поймут. Я на клиентах все это вижу очень часто. То есть это вообще как из другой реальности человек появляется. Вот Александра улыбается, она знает, о чем я говорю. То есть человек, как похож, вот эти женщины похожи на инопланетян, когда они приходят ко мне. То есть они не в курсе, что происходит на Земле. Ну, может, они знают, кто президент, но в целом их это мало интересовало какое-то время. Так вот, здесь стоит задача обновления образа. Может быть, он никогда и не был раскрыт. В каких-то случаях бывает, что настолько женщина была занята там семьей, учебой, работой, всем что угодно, что до себя никогда дело не доходило. И вот именно здесь, скажем, возникает вот такая ситуация, что наконец-то она всем уделила достаточное количество внимания. И когда же наконец подойдет очередь для нее любимой. И вот тут для вот каждой клиентки наступает такой вот момент X, когда все, я больше не могу так жить, тут надо что-то менять. И вот моя работа чаще сталкивает меня именно в ситуации именно с людьми, которые говорят, все, дальше, как раньше было, уже невозможно. Теперь нужно начинать новую жизнь. И вот, скажем, такой момент настал для этой модели. Она пришла и говорит, все, я готова. Смотрите, почему очень важно этот момент я проговариваю. В отличие от предыдущей нашей истории, здесь есть твердое намерение, скажем, клиентки что-то менять. И есть мотивация, и выделена, соответственно, уже энергия для изменений. Та энергия для изменений, которая поможет, скажем так, это использовать. Алексей, нужно ли мне озвучить вот то, что ты сказал, нет? Не обязательно. Друзья, вы обратите внимание, Алексей нам сообщение сделал в чате. То есть все, у кого какие-то проблемы с изображением, прочитайте, посмотрите, что можно исправить. А я продолжаю. Итак, и была постановка цели. Первое. Открыть свое женственное, потому что в данном случае никогда не хватало для этого времени, возможности там и так далее. Второе. Стать привлекательной и разной каждый день, потому что в любой женщине живет актриса, то есть ей хочется быть и такой, и такой, и такой, и такой совершенно разной и разнообразной. И третий момент – социально реализоваться, то есть наконец-то проявить себя по максимуму. И не только в роли мамы или там жены, но и в роли красавицы. Такая важная очень женская роль. Вот такова была постановка цели. Замечу, что с каждым клиентом мы обязательно в личном портфолио вписываем эти цели, потому что проходит потом период времени, многие изменения становятся привычными, и мы уже забываем, что же мы хотели. Открываем портфолио, читаем, что я хотела. Так вот, что я хотела, то сейчас и получила. И это дает возможность определенной ответственности перед собой и, в общем-то, более серьезного отношения к процессу. Так вот, смотрим, что у нас происходило дальше. Второй этап – это открытие себя. Я вам уже об этом говорила, о том, что здесь задача идет наиболее полно узнать, раскрыть свои цвета, свои формы, свои линии в одежде и так далее. И я специально лисну назад, чтобы вы еще раз посмотрели на фотографию до. И сейчас перелисну, чтобы вы почувствовали вот фотографию после. Эта фотография сделана через, насколько я помню, через две недели. То есть уже началась реализация, то есть мы уже начали работать и с прической, и с макияжем. Обратите внимание, как вырез поменялся. Посмотрите, мы убрали совершенно неприятную оправу, изменили прическу, и у нас совершенно другое настроение появилось. И это вот одна из первых фотосессий, действительно невозможно узнать. Здесь комментарии излишни мои. То есть это была очень приятная работа. Как и с большинством клиенток, мне в общем-то в этом плане очень везет, потому что когда человек испытывает желание перемен, то работать легко и приятно, и изменения идут очень легко. Следующий наш слайд. Мы переходим к третьему этапу. То есть по второму этапу я очень подобно рассказывала на предыдущей истории, в чем он заключается. Здесь посмотрим, как же шла реализация нового образа. Конечно же, обновление цветовой гаммы в одежде. Вот с левой стороны вы видите, как прилежная ученица, все пункты индивидуальной палитры, все нюансы, все оттенки были соблюдены. И я с удовольствием наблюдаю за многими клиентами, которые эту тематику изучают, смакуют, с этим играют. И действительно приятно смотреть, потому что радует глаз, грамотное использование цвета, грамотная работа с макияжем и так далее. Вот здесь я уже сказала, это новая гамма в одежде. Следующий слайд. Это, конечно же, новый образ и новый макияж. Очень важная работа с бровями, очень важная работа вообще с техникой макияжа. Хотя здесь у нас модель достаточно молодая, красота еще природная вся в полном расцвете, но все равно, если мы используем правильную цветовую гамму, то эта красота реализуется и раскрывается. Если же мы используем не свою природную гамму цветовую в макияже, то тогда мы получаем такие эффекты, как серое лицо, желтое, зеленое. То есть совершенно не те оттенки, которые нас украшают. И это к возвращению вот о том вопросе, как с помощью макияжа волшебного. Как минимум работа с цветом. Это всегда делает вас ярче, интереснее и моложе. Следующий слайд. Третий этап. Воплощение образа. Ну вот здесь вы видите, вот она слева. То есть это вот обычная ситуация. Где-то мы с ними встретились, в кино мы ходили. То есть вот была такая встреча приятная, интересная. Вот, пожалуйста, вот он образ. Ну, комментарии излишни. Сияющие глаза сами за себя говорят. Все оттенки, все это уже собрано ею по рекомендациям изначально данными, но работа уже производилась ей самой. То есть, естественно, к вопросу о том, меняются ли люди, если есть желание и есть грамотный специалист, то это вместе может превратиться вот в такое чудо. Следующий слайд. Что изменилось в этой истории в облике? Новый цвет волос. Да, откорректированный оттенок, грамотный цвет волос. Новые оттенки в макияже. Новая палитра в гардеробе, как вы уже заметили. Новая форма бровей, тоже очень легкие, изящные. Брови домиком сама природа дала, надо этим пользоваться. Новые аксессуары. Вы заметили, да, по предыдущим образом. Образом очень она легко и с удовольствием стала работать с аксессуарами. Новая гармония цвета. Об этом тоже еще подробно буду говорить. Новый стиль, потому что действительно из-за полного отсутствия стиля начали вырисовываться, складываться особенности индивидуального стиля. Новые фасоны одежды, потому что есть природой данные длинная лебединая шея. Есть природой данные плечи, которые нужно немножко корректировать, выпрямлять. И, соответственно, есть определенные фасоны одежды, которые, да, нужны. И есть то, от чего нужно отказаться. Новые привычки. Вот об этом в двух словах скажу. Новые привычки связаны с умением, вот скажем так, то, что было один раз показано, делать уже привычным вашим. То есть новые привычки в макияже, новые привычки в укладке волос, в одежде и так далее. Это действительно новое измерение. И самое последнее, но можно было бы это поставить по важности самым первым, это новое отношение к себе. Потому что это, могу сказать так, что образ работает двояко. Он работает и для окружающих, потому что он посылает определенные сигналы в окружающий мир, говорящие у вас, кто вы, зачем, чего вы хотите. И также образ работает и на вас самих. Глядя в зеркало, улыбаясь себе, видя отношения окружающих, вы меняете отношение к себе. То есть, опять же, разные цели и разные отношения. Кто-то хочет быть серьезней, кто-то хочет быть романтичней. Все, вопрос упирается в ваши, конкретно ваши цели. Следующий слайд. Вот здесь мы можем говорить о том, что так как клиент у меня был вот этот очень серьезный, ответственный и, так сказать, хороший ученик, то, естественно, мы переходим тогда уже к фигурам высшего пилотажа. Потому что, если в первом случае, в первой истории мы говорили о том, что да, проба была, все, что специалисты могли и хотели сделать, они сделали, но стабильных изменений не произошло. А вот теперь, где у человека и модели есть намерения, серьезные желания, есть готовность работать с собой, пожалуйста, можно дальше уже изучать детали. И вот, если вы посмотрите в центр сегодняшнего вот этого слайда, вы увидите вот очаровательные 9 квадратиков, заполненные разными композициями цвета. Всем это видно? Скажите мне, пожалуйста, потому что я сейчас немного об этом расскажу. Так, да, 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 да. Отлично. Значит, вот это инструмент, который родился буквально вот несколько дней назад. Это инструмент, который называется индивидуальная карта цветовых образов. В каждой отдельной индивидуальной цветовой палитре, а многие из вас имеют свою палитру, так как мы встречались на индивидуальной работе, так вот, у каждой из вас есть просто обычная цветовая палитра, которая объединяет разнообразные, как сказать, оттенки цвета. Вот они ваши светлые, вот они ваши яркие, вот они ваши нейтральные и так далее. Все это знают. Все, кто работал с цветовым тестированием наше, все помнят. Так вот, а теперь мы идем дальше. Каждый из вас в какой-то момент ситуации хочет быть нежной, романтичной, женственной. В какой-то момент хочет на отдыхе быть какой-то спортивной, озорной, активной. В какой-то момент ситуации на работе она хочет быть серьезной, ответственной, надежной и так далее. То есть, каждый из нас сталкивается с массой ролей, которые хочется сыграть красиво и профессионально. Вот если вы посмотрите на вот эти образы, которые у вас на слайде есть, то каждый из этих образов соответствует тоже определенной ситуации, определенной роли, когда хотелось ей, этой модели, какого-то ощущения, какого-то впечатления добиться. Так вот, наша карта образов, которая появилась у нас совсем недавно, это и есть шпаргалка цветовых образов. Что это значит? Это значит, что в зависимости от ситуации у вас есть определенная заготовка сочетаний цвета на конкретный образ. И сейчас я на нескольких примерах попробую вам на примере этой модели показать, что это такое и как это работает. Пример. Есть, допустим, цвета, которые в сочетании дают наиболее страстную, наиболее эмоциональную комбинацию. Это позволяет, используя эту комбинацию цвета в одежде, достигать именно, да, Марин, она летний цветовой колорит, достаточно редкий подсип, но, как сказать, смотрите, слушайте, смотрите дальше. Итак, данная комбинация дает возможность нам добиться определенного эмоционального состояния впечатления. Если вы посмотрите на комбинацию справа-слева, они немножко разные, но в зависимости от того, светлее мы берем оттенки или темнее, интонации эмоций тоже меняются. То есть в одном случае это яркое, эффектное, активное, там, страстное, эмоциональное, в другом случае более сдержанное, но тоже эмоциональность это проявлено. И вот эти комбинации, они позволяют вам легко сочетать и создавать образы. То есть возникает, допустим, у вас необходимость создать какой-то образ, чтобы он производил там, допустим, романтическое состояние, настроение такое романтичное. Значит, у вас будет определенная комбинация и даже не одна, а несколько комбинаций. То есть здесь вы видите в центре сочетание пяти цветов. Конечно же, совсем не обязательно, чтобы в одном образе у вас все пять цветов собирались. Нет, достаточно сочетания двух, в редкий случай их трех, вместе в одной комбинации, вы получите желаемый образ, ну, с разной степенью интенсивности. Одни комбинации более яркие дадут более сильное такое эмоциональное звучание, более спокойное, более глубокие дадут более, соответственно, такое более скрытое, более спокойное звучание этого образа. Ну, двигаемся дальше, будут еще примеры, расскажу. То есть, допустим, совершенно другие цветовые образы. Почувствуйте, состояние ваше поменялось, вот глядя теперь на эту картинку после предыдущей. Какие эмоции, скажем, какое настроение вот от этих образов у вас? Поделитесь со мной, пожалуйста. Легкость. Еще есть у кого-нибудь, скажем так, ощущение от этих воздушность, романтичность, нежность? Да, 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 романтик, да. Значит, смотрите, романтичность. Здесь обращу ваше внимание на то, что есть цветовой образ, а есть стилистика. И стилистика одежды – это одно, цветовой образ – это другое. То есть, они по-разному стыкуются. Солнечность – да, благодарю. Свежесть – благодарю. И здесь это вопрос, который отдельного рассмотрения, конечно, требует. Мы сегодня стиля не будем касаться. Глубоко, слишком уж серьезная тема. Ощущение счастливой женщины находящейся на своем месте. Благодарю, Елена. Да, 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 да. Вот, собственно, к чему мы и стремимся, чтобы это давало ощущение радости и счастья. Так вот, вернемся к цветовым комбинациям. Определенное эмоциональное состояние связано не только с выбором одного цвета, но и с определенным сочетанием. И будет ли это сочетание более мягким или более контрастным, тоже принципиально. Я верну сейчас слайд обратно, предыдущий. Посмотрите, здесь более контрастное сочетание цветов. Соответственно, эмоции, которые испытывает человек, который будет на эти образы смотреть, более активные эмоции, более сильные, более темпераментные. Эмоции, которые связаны с этими образами, более легкие, более прозрачные, более мягкие. Точно так же, как это и звучит в сочетании цвета. Двигаемся дальше. Еще пример. Двух разных граней одного и того же цветового образа, связанного с достаточно сбалансированными состояниями, вы видите здесь. И в любом случае, несмотря на то, что в одном образе использована серая гамма из этого цветового образа, а в другом образе бежевая, состояние сбалансированности, равновесия, оно остается и там, и там, в разных своих гранях. Вот это проявление даже в одном, обратите внимание, цветовом образе, огромные варианты сочетаний. Можно еще несколько образов составить из комбинации вот этих вот, сочетаний этих цветов. То есть, посмотрите, какое разнообразие. У нас карта из девяти секторов, и в каждом еще есть дополнительная возможность получить разные пропорции цвета и разные сочетания. Следующий, двигаемся. Результат. Женственное, привлекательное, разное каждый день. Ну, здесь это видно по фотографиям. Я думаю, что, скажем, особых вопросов и комментариев даже не требуют. Скажите, есть ли у вас вопросы по вот этой истории, скажем так, по вот, по второй истории, о которой я вам сейчас рассказала. Или какие-то комментарии можете мне написать в чате. Пожалуйста. Вопрос, почему она лето. Как-нибудь обязательно посвящу типажам. Но могу сказать, что, значит, смотрите, есть в летнем цветовом колорите четыре варианта. Это светлое лето, яркое лето, контрастное лето и натуральное лето. И в данном случае она представительница яркого лето с достаточно такими темными глазками и пуговками. Но этот цвет волос русский, ее природный. То есть это не окрашенный волос, она не брюнетка. Вот. Это редкий типаж. Он встречается не так часто. Именно поэтому многие из этих женщин метаются между там зима, я лето или осень, непонятно что. Но мерилом в точном определении всегда являются тестовые специальные инструменты. Эти тестовые инструменты помогают отсечь все возможные сомнения. Это, конечно, набор профессиональных, как сказать, тестовых платков, с которыми идет работа. И поэтому все вот эти типажи, которые кого-то могут ввести в заблуждение, а вот таких вот своеобразных типажей достаточно много. Потому что есть очень светлая зима, светлая. Есть очень темное вот такое вот достаточно контрастное лето. И если мы попытаемся просто, вы знаете, как так вот навскидку представить, здесь возможны ошибки. Поэтому я так никогда не делаю. У нас есть специальный инструмент. Мы им работаем. И он очень четко расставляет, кто есть кто. Потому что у меня нет здесь какой-то личной заинтересованности. Но вы видите, насколько она гармонична в этих цветах. Тут такие комментарии. С удовольствием отвечу, но немножко в сторону вопрос. Я боюсь этим увлечься. И к тому же нужно будет иллюстрациями добавить, потому что не всем будет понятно. Поэтому адресую этот вопрос как одному из следующих наших встреч, чтобы не отвлекаться. Хорошо, Марин? И обязательно его как-нибудь более подробно на примерах проговорим. Есть ли еще вопросы по этой истории? Переходим к следующей. Ну, пока вопросов не вижу. Следующая наша история, следующий наш слайд. Это история номер три. Раскрываем все грани красоты. Значит, ну, вы уже видите до и после, уже какой-то намек на следующую историю у вас есть. Сразу могу сказать, что эта история достаточно успешная, потому что великолепная, умная женщина, преподавательница хорошего вуза, которая имеет им... А что в жизни поменялось у Елены предыдущей модели, правильно? Ну, видите как, самое главное, что не поменялось в жизни, это ощущение себя. Потому что, в принципе, она была изначально счастливой женщиной, все у нее там, все в жизни есть, все упаковано, но счастья не было. Счастье именно в том понимании, от которого глаза заблестят. А то здесь уже... Так, история три нет на экране. Скажите, у всех есть слайд. История три. Раскрываем все грани красоты. Есть. Так, есть. 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 Так, Елена, проверьте, что там в настройках, может быть, еще не загрузилось. Угу, вижу. Нет. Ну, сейчас попрошу там администраторы посмотреть, что там может быть. Если что-то можно изменить, я попрошу, чтобы они написали в чате. Ну, что ж, продолжаю пока рассказать. Надеюсь, скоро появится. Итак, раскрываем все грани красоты. Значит, здесь история, как я уже говорила, великолепная женщина, профессионал, преподаватель вуза. То есть, в принципе, все есть, все. Но нету красок жизни. То есть, если мы опять посмотрим на фотографии до, все улыбались по поводу дверей, одних и тех же. Да, это у меня был какой-то период офис, и там не было свободного места на стенах. То есть, был единственный, более-менее нейтральный фон, это вот эта самая дверь. Поэтому масса фотографий до у меня сделала на фоне этой двери. Это именно в тот момент, когда человек пришел ко мне на консультацию. То есть, это не фотография специально там сделанная где-то как-то, это фотография в момент нашей встречи. Итак, значит, и посмотрим, что же за задачи перед собой она ставила и к чему, скажем, мы пришли. Итак, постановка цели. Раскрыть все грани своей женственности, потому что, скажем, внутренняя красота есть, а внешних проявлений на тот момент ощущалось очень мало. Следующий пункт. Играючи создавать новый образ каждый день. Вот эта женщина была в молодости, она закончила школу моделей, и у нее, как сказать, прекрасная осанка, умение ходить. Все это было. Но вот не хватало того самого гармоничного обрамления, то есть тех самых образов, которые можно было нести в мир. И жить и наслаждаться, собственно, что вы увидите в дальнейших наших примерах. Ну что ж, первый этап мы проговорили связан с целями. Второй этап – раскрытие себя. Здесь совершенно уже иная цветовая гамма, как вы можете почувствовать предварительно по тому, как она преобразилась. И тоже была проведена работа по выявлению всех плюсов, минусов, всех особенностей. То есть это мы все проделали. На этом сейчас не буду уже глубоко, скажем так, заострять внимание, потому что в каждом случае есть свои плюсы и минусы. Кстати, в дальнейшем аренды тоже не самая типичная зима, потому что в данном случае, скажем, достаточно светлые, такие спокойные, голубые глаза, они не яркие. И этот типаж тоже не самый частый. Поэтому вот те, кто начинает с этой темы встречаться, есть множество подводных камней. Да, вот такая летняя зима, соглашусь. Ну что ж, едем дальше. Необходимые изменения в образе. Итак, что было необходимым изменением в образе. Изменение палитры гардероба было действительно явным, потому что вы потом увидите, что из серо-бежевых тонов, серо-черно-бело-бежевых тонов, мы вышли, наконец, на более живые цвета. Чуть усилили цвет волос. Мы поиграли вот этой контрастностью, которой не хватало. Новая палитра и техника макияжа. Новые знания по стилю и комбинированию. Здесь как раз мы делали с ней более глубокую работу и по цветовым образом, потому что драматизм необходимый в характере был. И готовность каждый раз в новой роли представать, она была. Поэтому не хватало только грамотного костюмера. Следующий наш слайд как раз показывает одна из фотографий из прошлой жизни и фотография из жизни до и жизни после. Давайте ваши ощущения, нравится ли вам первая, вторая, какие вы изменения видите в целом по первой и второй фотографии. Пожалуйста, ну в целом скажите, хороший результат работы. Ощущается? Я могу своем ощущении передать, можете согласиться, не согласиться. Но у меня ощущение как будто наконец проявилось. Яркость, да, то есть как будто вышли из тени, проявились. Да-да-да, теплый леопард, очень печально. Тем более волосы были окрашены в тот момент в теплый оттенок. То есть печаль не некуда. Да-да-да. И вторая фотография действительно очень хорошо раскрывала ту красоту, которая была заложена. Да, женственно-сексуально яркая, соглашусь. Это вот уже фотосессию, которую я вторую проводила. То есть у меня был опыт работы с фотосессиями. И те, кстати, модели, которые здесь представлены, вторая и третья истории, это в основном фотографии после моей. То есть вот в данном случае могу поэтому более такие конкретные комментарии детальные давать, потому что я здесь выступала в качестве, опыт такой был в качестве фотографа. Результаты обновления образа. Итак, образ стал ярче и интереснее. Появилось хорошее настроение. Ну, хорошее настроение всегда видно. Чаще всего стали случаться фотосессии. Кстати, заметила по клиентам, очень многие полюбили фотографироваться именно после работы, потому что до этого были недовольны собой, ощущалась какая-то неуверенность, какие-то сомнения, там, красивая, некрасивая, там, хороша, нехороша. То есть здесь уже появилось явное желание увидеть свое новое отражение и пережить вот этот новый опыт. Больше внимания со стороны мужчин. Ну, приятно. Итак, и четвертый этап, как я уже рассказывала о предыдущей модели. Для тех людей, кто осваивает свою индивидуальность и хочет идти дальше, конечно же, существует четвертый этап, который дает возможность уже перейти на уровень экспертов. То есть перестать просто пользоваться, вот она цветовая палитра, вот она там, что-то я там плюс-минус, как-то свой, не свой цвет. А здесь уже на уровень профессионального, экспертного использования цвета, чтобы он давал вам возможность ощущения образа для каждого дня. Благодарю. Давайте обсудим теперь диапазон. Во-первых, посмотрите, насколько широкий диапазон даже с точки зрения стиля, насколько охват гибкие модели. То есть она может быть и спортивной, и романтичной, и драматичной. То есть это еще далеко не все фотографии. И здесь стал вопрос, просто что слайды не позволяют. Мелкие-мелкие фотографии были бы совсем неинтересными. А здесь я вам такой очерк разнообразных вот этих вот образов. И давайте посмотрим чуть детальнее. Конечно, для каждого типажа, как я уже говорила, для каждой индивидуальности, карта образов индивидуальная, она дает уже намек на те комбинации цвета, которые нужны в данной конкретной роли для определенного впечатления. Ну, здесь видите два достаточно ярких примера. Это все один и тот же человечек, но в разных вариантах, в разных ипостасях своих. Здесь смогу, так, хотя бы возраст и типаж выпало из видео. Так, ну по возрасту давайте вот здесь я чуть-чуть отмотаю обратно. И хочу спросить ваше мнение по возрасту. Ну, можно, если разнятся возрасты, можете написать две цифры. Если вы видите, что возраст один и тот же, и там, и там, то я, как сказать, достаточно одной цифры. Напишите мне, пожалуйста, сколько. Стало моложе. Так, так, от 40 до 20, 30 плюс. И я вам потом скажу цифру, которая, то есть здесь я секрет вам точно раскрою. Так, 40, 28. Интересный разбросцы. Так, ярче, интереснее. 35, 23, 23. Еще. Ну, 28. Ну, хорошо, раскрою вам, значит, точную цифру. Мы встретились около 35. То есть там плюс-минус год, я вот это могу соврать. Ну, 35, это вот момент. То есть она выглядела достаточно хорошо в плане соответствия возраста. То есть она вот, ну, 35 выглядела достаточно свежо и молодо. Но одно дело выглядеть просто свежо и молодо, а другое дело выглядеть при этом еще привлекательно и стильно. Согласитесь, это можно выглядеть как маленькая девочка, но это не будет, ничего, так сказать, не будет возможности создавать какой-либо образ. Просто девочка и девочка. А здесь мы уже говорим, что на фотографиях после у нас она и молодая, и интересная. И это уже завершенный образ. Да, вот вам и 23. Вот всем бы так на 23. Ну что ж, едем дальше. Если есть какие-то вопросы по этой модели, то есть напомню вам о том, что это достаточно устойчивый, хороший результат. И сейчас это очень интересная такая девушка. Мы с ней работали, наверное, лет 6 назад. То есть достаточно времени уже прошло, чтобы быть, знаете, как уверенной, что результат не только прижился, но и, скажем, стал в деталях в уровне повышаться. Так, результат обновления. И, конечно же, главное, грамотное использование цветовых образов. Когда мы с ними работали, это было чуть дальше, чем сейчас. Тогда цветовой карты образов не было. Я отдельно им составляла, там специальные картинки мы склеивали. То есть занимались большим количеством такой бумажной работы. Сейчас, когда появилась эта специальная палитра, соответственно, облегчается процесс работы. То есть я даю палитру и к ней даю подробную инструкцию, где какой образ. Какие варианты сочетания. Обратите внимание, линии, в которых соединены цвета, они не просто так. На самом деле каждый образ либо в мягких линиях, либо в угольных. То есть то, что вы видите в схеме, это не просто случайный набор знаков. Это такая, получается, глубоко символическая система, которая становится вашей шпаргалкой. То есть какой цвет одежды сделать, какую линию использовать в одежде, где какие аксессуары почерпнуть и как сочетать цвета между собой. Вот на целый ряд вопросов ответит эта палитра. Ваши вопросы прочитаю сейчас. Личная жизнь у нее сложилась? Вы знаете, а у нее с личной жизнью все было хорошо. То есть вот предыдущие две модели, у меня есть, конечно, очень много историй. Личные жизни складываются, но вот этих моделей все было хорошо. И поэтому она все осталось так же прекрасно, просто удовольствие от жизни и ощущение свое собственное, конечно, стало новым. Так, жизнь еще интереснее, хоть и видела я всего один раз. Ну вот, конечно, живьем оно гораздо все веселее. Прошу прощения, необходимо убегать. Благодарю, Ренат, очень рада, что участвовала и буду рада видеть, конечно, тебя снова. Спасибо, благодарю. Так, Маргарита. Да, личная жизнь успешно продолжилась. И семья, и личная жизнь. Продолжаем. Итак, у нас еще не все. У нас, значит, еще то, что я считаю важным озвучить в качестве анонса для вас. Это, особенно это будет интересно, конечно, оренбургским нашим гостям. Это 15 декабря. Живой мастер-класс «Цвет. Образ. Впечатление». Именно тот мастер-класс, на котором я подробно буду давать цветовые образы. Чтобы было понятно уже, что те, кто базовую информацию о себе знает, вот здесь вы периодически упоминали о цветовых колоритах, я вижу, что уровень гостей достаточно высокий. А теперь следующий этап нашей работы – это возможность для каждого дня создавать необходимый образ. И вот адаптация к индивидуальности очень важна, потому что где-то вы можете найти информацию, вот там возьмите зеленый цвет, у вас там, значит, будет тот, возьмите красный цвет и так далее. А с чем взять этот красный цвет, а с чем его соединить, а в каких пропорциях, а надо ли контраст или лучше мягкое сочетание, а какой взять именно цвет, светлый или темный и так далее. То есть вот эти все вопросы мы будем подробно рассматривать на мастер-классе, который будет у нас в субботу. И, значит, что там будет? Ну, естественно, мы полностью проработаем тематику цвета от самой основы, то есть, как сказать, от теории цвета, тон цвета, там, яркость, контрастность и так далее, сочетание по цветовому кругу. Конечно, это будет влияние на физиологию и эмоциональное состояние. Но самая фишка этого мастер-класса будет именно в том, что каждая из участниц уйдет с вот этой вот палитрой цветовых образов, с индивидуальной, и будет уже точно знать, как же для нее конкретно состыковывать и формировать определенные цветовые образы. И самое главное – это практическая работа, отработка, которая будет давать возможность проверить, насколько вы освоили этот материал. Ну, это вкратце небольшая программа, то есть, конечно же, будет несколько вкусных перерывов, то есть, это у нас мастер-класс на целый день, в 10 начнется и в 6 часов только закончится. То есть, это такое обучение достаточно серьезное. Это для тех, кто хотел бы быть экспертом в этих вопросах, то есть, те, кто бы хотел выделиться даже на фоне тех, кто знает про цветовой колорит. Здесь мы пройдем и поработаем с комбинациями цвета, и обязательно, я обязательно сделаю момент, который касается особенностей цветового колорита. Мы это проговорим, потому что это очень важная тема, связанная с цветом. То есть, как с учетом индивидуального колорита создавать определенный цветовой образ. И, конечно же, много будет общения и инструмент, который вы унесете с собой. Что получите? Ну, вот здесь краткое, можете научить. Ну, Марин, есть у меня краткий курс, который касается этого. Я чуть подробнее обязательно расскажу, когда он будет, где будут как раз именно профессиональные подробности, которыми вы интересуетесь. Так что я принимаю ваш вопрос, мы на него сделаем обязательно чуть позже ответ. Но не сегодня, но чуть позже отвечу на этот вопрос. Итак, все, кого я буду счастлива видеть пятнадцатого на мастер-классе, все получат возможность научиться работать с цветом, получат цветовое портфолио свое, где будет и информация собрана, та, которая вам нужна. То есть, вы зайдете, любой образ можете там найти, как он формируется для вас, какая комбинация цвета там и так далее. То есть, у вас будет учебник, индивидуально адаптированный для вас. И инструмент, который можно носить в сумочке, который поможет вам сочетать несколько важных, интересных цветов вместе, как их правильно соединить для получения, опять же, нужного, необходимого впечатления для вас. Так, следующий слайд касается, ну, напоминание о том, что до четырнадцатого декабря, то есть завтра будет еще цена пять девятьсот, в день мастер-класса шесть девятьсот. Но я думаю, что многие уже об этом знают. И два подарка, которые идут, это цветовое тестирование, которое, если кто-то из наших новых гостей попадет, у него есть возможность там пройти цветовое тестирование. На мастер-классе я это сделаю и с удовольствием вручу участнику палитру индивидуальную. И второй подарок, это если вы приходите вдвоем, то цена для вас будет гораздо приятнее, то есть вы экономите по тысяче рублей каждый. Вот, это то, что касается предстоящего мастер-класса. Я, конечно же, с удовольствием буду рада видеть всех вас. И в завершении хотелось бы услышать, есть ли по сегодняшней теме какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Вот еще раз вам пролистаю то, как выглядят эти наикрасивейшие комбинации, то, как выглядит подарок. И готова услышать ваши вопросы, которые созрели по сегодняшней нашей тематике. Может быть, это отзывы о процессе, может быть, настроение, может быть, вы узнали что-то новое. Об этом тоже можете написать, что сегодня для вас было самым важным, интересным, может быть, эмоциональным. Вот, готова зачитать ваши комментарии. Можно, да, так, прошу прощения, Марина, сначала прочитала верхний вопрос. Можно ли, допустим, лету одеваться в зимние цвета? Очень хороший вопрос. Смотрите, для летнего колорита, который профессионально, его название, холодный, приглушенный, конечно же, зимние цвета будут очень тяжелыми. Я бы ответила следующее, нежелательно, но, возможно, если они будут подальше от лица, скажем так, знаете как, есть вот образ, выполненный на 5 баллов шедевр, есть погрешность. Вот допустимая погрешность, может быть, иногда где-то, да, они могут использоваться. Но ни в коем случае не использовать для теплых типажей холодные гаммы и для холодных теплые. То есть, скажем, для лета одеться в зимний колорит – это еще допустимо, а одеваться в осенний-весенний – это уже страшный грех. Причем это отразится в первую очередь на цвете лица. Поэтому этот вопрос – желательно, конечно же, пользоваться своей цветовой гаммой и лучше регулировать контрастность, но использовать свои цвета. То есть, если вы любите, если вы драматическая натура, вам нужно посильнее выразить себя, берите чуть больше контраста, но выбирайте свои оттенки. Надеюсь, ответила Марин на вопрос. Так, вопрос от Тамары. Так, поработать с мастером, чтобы найти необходимый процент. Да, согласна, конечно, Тамара. Конечно, первая база закладывается именно индивидуальной работой. Конечно же. Но вот те, кто, если новички находятся здесь, я могу сказать, что участники семинара, мастер-класса, потом получат небольшую, но приятную скидку для индивидуальной работы. То есть, если они попадут сначала на мастер-класс. Вот. Последний слайд. Да, я сейчас поменяю, открою. Ну, что ж, давайте еще дам возможность, если у кого-то есть вопросы. Марин, да, спасибо. Я поняла интерес к некоторым вашим тематикам. Обязательно это будет учтено при выборе дальнейших наших тем. То есть, темы обязательно будем выбирать с учетом того, что для вас наиболее животрепещущее. Вот. Да. Да, Юля, благодарю. Конечно же, вместе интереснее даже, чем индивидуальная работа. Да. Есть и формат школы стиля, с которым я работала, где группа работает. Действительно, это очень интересное такое событие. Хорошо. Благодарю. Если есть какие-то комментарии, пишите. Я благодарю вас за то время и внимание, которое вы уделили нашему процессу. Было очень интересно. А вот еще вопрос от Марины. Научиться определять цвета профессионально. Да, можно. Это все в порядке, как сказать, рабочем порядке. Конечно же, Марин, можно написать мне на почту. Мы там или по телефону, мы обязательно свяжемся и все детали рассмотрим. Да, стильное мероприятие будет ого-го какое, потому что даже если час слайдов дает такие ощущения, я думаю, целый день работы просто перевернет ваше видение цвета. Спасибо вам огромное. До следующей встречи и до встречи на мастер-классе. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо всем участникам, кто сегодня был на вебинаре. В субботу мы всех вас ждем на живом мастер-классе в кафе «Де Виль» в Оренбурге. Это, конечно, для тех, кто живет в Оренбурге. Будет очень интересное мероприятие. Будет очень приятно. Не только полезная информация, но и будет приятная атмосфера. Все обеды, все кофе-брейки, вода, все включено в стоимость. То есть вам не придется искать возможность где-то перекусить. То есть вы будете сыты, вы будете наполнены хорошей и полезной информацией. Ждем вас. Итак, я сейчас напишу электронную почту, на которую можно присылать заявки. Либо запишитесь на страничке мастер-класса. Сейчас, минуточку. Так, страничка мастер-класса. В форме заявки внизу, вот на этой страничке.